В Самаре на улице Ярошевского приступили к перекладке канализационной сети, сообщает телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. Железобетонная труба была уложена в 1962 году и за 60 лет полностью выработала свой ресурс. Часть работ будет проведена бестраншейным способом, что существенно сэкономит время и минимизирует неудобства для жителей. Важным этапом работ будет врезка трубы диаметром 300 мм в коллектор диаметром 500 мм. Это позволит значительно снизить нагрузку на сеть. Всего заменят участок длиной 35 метров и построят два новых колодца. Завершить перекладку планируется через две недели. Телеграм-канал Департамента образования Самары сообщает, что психологи комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа Анна Стопенко и Екатерина Заславская провели для учеников 7-х и 8-х классов 154-й школы занятия по теме «Телефон доверия». Эта служба предназначена для оказания моральной поддержки подростков. Туда можно обратиться в трудный момент, когда особенно остро чувствуется одиночество, тревога за своих близких. И хотя большинство ребят были знакомы с «Телефоном доверия», номер которого постоянно находится на сайте школы, встреча, по их мнению, была очень интересной и полезной. Успешная социализация граждан пожилого возраста – одно из основных условий поддержания высокого качества их жизни. В Самаре для жителей пенсионного возраста проводятся занятия тренерами по общей физической подготовке, гимнастике, скандинавской ходьбе, настольному теннису. В группах активного долголетия представители серебряного возраста могут заниматься любимым делом, знакомиться друг с другом и чувствовать себя максимально комфортно в кругу единомышленников. Информация о бесплатных мероприятиях доступна на странице городского департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. Восемь жительниц промышленного района стали победителями городской общественной акции «Женщина года-2022». В преддверии праздника «Весны и красоты» 8 марта этих прекрасных участниц наградили дипломами. В региональной акции «Женщина Самарской области» 2022 года победили военный комиссар промышленного района Елена Чернякова, директор 49-й школы Наталья Вершинина и директор 154-й школы Наталья Корнилова. Администрация промышленного района поздравляет в своем телеграм-канале лауреатов с победой и желает крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастливых моментов и новых побед. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА